Здравствуйте, дорогие кулинары! Сегодня у нас день китайской кухни. Приготовим фунчозу с грибами. Блюдо достаточно простое, но вкусное. Сразу приготовим фунчозу. Хотя приготовим слишком сильно сказано. Просто 250 грамм фунчозы зальем кипятком. Кастрюлю накроем крышкой и оставим на 5-7 минут. Более точное время смотрите в инструкции на упаковке. Затем готовую фунчозу откинем в сито и промоем большим количеством холодной воды. Дадим стечь жидкости. Как видите, все очень просто. Одну среднюю луковицу очистим и нарежем на тонкие полукольца. Небольшой ликбез для тех, кто забыл, что из себя представляет фунчоза. Это лапша из крахмала зеленых бобов. Часто называют стеклянной лапшой, из-за своего специфического вида. Одну морковь нарежем соломкой. Можете упростить процесс. Воспользуйтесь теркой для корейской морковки. На среднем огне разогреем глубокую сковороду и добавим растительное масло. Репчатый лук и морковь обжариваем 4-5 минут. Один небольшой кабачок вымоем и нарежем. У меня плод слишком огромный. Возьму половину. Нам нужно 250 грамм. Один сладкий перец нарежем соломкой. Кабачок и сладкий перец добавим к остальным овощам. Сковороду накроем крышкой и готовим еще 10 минут. Не забываем периодически перемешивать. 150 грамм шампиньонов нарежем на тонкие пластины. Грибы добавим к овощам и готовим еще 5 минут. Один средний помидор вымоем и разрежем на две половины. Удалим сердцевину. Томат нарежем на тонкие дольки. Два зубчика чеснока мелко нарежем. Чеснок добавим к помидорам. Дальше следовало бы натереть на мелкой терке 20 грамм свежего имбиря. Но я не смог его найти. Поэтому добавлю пол столовой ложки сушеного имбиря. Теперь две столовые ложки соевого соуса. Тщательно перемешаем. Добавим чеснок и помидоры. Перемешиваем и тушим на небольшом огне в течение 6-7 минут. Теперь уже можно добавить фунчозу. Посолим и поперчим по вкусу. Аккуратно перемешаем и прогреваем стеклянную лапшу еще пару минут. Фунчоза с грибами – отличный вариант для постных дней. Вегетарианцы тоже оценят это блюдо. И я так думаю. Фунчоза с грибами.